Бонжуо! Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об ударении во французском языке. Французскому ударению следует уделить особое внимание, ведь оно участвует в создании определенной мелодичности французской речи. Чем оно интересно, а также какие виды ударения существуют во французском языке, вы узнаете, посмотрев этот видеоурок. Предлагаю перед объяснением вообще вспомнить, что такое ударение. Ударение – это выделение определенного слога в слове силой голоса. Например, возьмем слово «книга». Мы с вами понимаем, что в слове «книга» ударение падает на первый слог, так как мы его выделяем сильнее. То есть мы говорим «книга». При этом в зависимости от слова ударение может падать на любой слог. А как же обстоят дела с ударением во французском языке? Оказывается, во французском языке ударение всегда будет падать на последний слог. То есть любое французское слово будет иметь фиксированное ударение на последнем слоге. Давайте посмотрим несколько примеров. Слово «информация» по-французски звучит как «l'information». Ударение на последнем слоге. Или же, например, слово «ручка» или «un stilo». То есть вне зависимости от того, сколько будет слогов во французском слове, ударение всегда будет падать на последний слог. И это, конечно же, облегчает нам с вами жизнь, так как нам не нужно запоминать, на какой именно слог нужно было бы поставить в том или ином слове ударение. Поэтому любое французское слово, когда дело касается ударения, мы в любом случае произнесем правильно. Кстати говоря, вы можете добавить себе это правило в правило чтения французского языка, так как это одно из основных правил, которое позволяет научиться правильно читать по-французски. Также, если вы изучали или изучаете английский язык, то вы должны были заметить, что многие французские и английские слова похожи. Но это может создавать определенные трудности, так как вы можете начать неправильно произносить французские слова на английский манер. Поэтому не делайте аналоги с английским языком. Только что я рассказала вам об ударении во французском слове, но во французском языке существует еще один тип ударения, который появляется в том случае, когда у нас есть французское предложение, а не слово. То есть, каждое слово будет иметь свое ударение на последнем слоге, но и отдельные слова в предложении также могут иметь определенное дополнительное ударение. Давайте посмотрим, как это происходит на практике, чтобы все стало понятно. Если мы возьмем с вами предложение «я читаю», то по-французски оно будет звучать как «je li». И мы видим, что слово «li» выделяется больше, чем слово «je». Если это предложение удлинится, например, мы скажем «я читаю книгу», то мы скажем «je li un livre», то есть мы видим, что теперь дополнительное ударение появилось над словом «livre». Это слово выделяется сильнее, чем остальные слова в предложении. Следовательно, мы с вами делаем вывод, что во французском предложении появляется еще один тип ударения, который выделяет отдельные слова в предложении. И это ударение называется ритмическим ударением. Из названия нам становится понятно, что благодаря этому ударению французское предложение приобретает определенный ритм. И это особенность французского языка, которая делает французскую речь более ритмичной и мелодичной. Ну, конечно же, в этом вопросе не следует забывать об интонации, но это уже тема отдельного видеоурока. Таким образом, мы с вами приходим к определенным выводам. Первый – это то, что во французском слове ударение всегда падает на последний слог. И второй – что кроме ударения в слове существует также определенное ударение, которое выделяет отдельные слова в предложении. Да-да, ударение может падать не на одно слово, а может выделять несколько слов в предложении. И чем длиннее будет предложение, тем больше будет таких слов. То есть тем больше будет ритмических ударений. Конечно же, у вас возник вопрос, а как же понять, над какими именно словами будет появляться это ритмическое ударение. И это очень правильный вопрос. Но на него я отвечу в следующем видео, в котором я расскажу вам, над какими именно словами нужно ставить ритмическое ударение, а также объясню, что такое ритмическая группа. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал «Понятный французский». Au revoir! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok